Всем привет, это еженедельный подкаст YouTube Design. Сегодня 12 октября 2015 года, выпуск номер 55. Всем привет. Время без 29 вечера по Челябинску. У нас есть для вас несколько громких тем, и первая из них звучит так. Яндекс запускает и потом отпускает, если любишь отпусти, новый кинопоиск. 12 правил профессионального джаваскрипта. И Майкрософт выпускает убийцу Макбок. Погнали. Ну, в тему про убийц у нас всегда есть наша заготовочка, поэтому давайте ее послушаем. Давайте. UwebDesign и хостинг-провайдер SmartApe.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары-услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Так вот, я к чему все это? К чему вообще этот джингл? К тому, что если бы кинопоиск был на SmartApe, допустим, то Яндекс бы не обосрались. Да, у них бы не упало все во время открытия. И на один гневный отзыв было бы меньше, потому что все остальные на самом деле про дизайн, скорее всего, и про Яндекс.Аккаунт. Ну да. А совсем не про то, что он упал там в самом начале. Ну вот, как раз давай сейчас раскроем тему. Ну да, я тебе только чуть-чуть расскажу еще маленькую историю, что у меня на этот джингл психологический якорь же сложился. Что когда он заканчивается, должен начинаться драм-н-бейс, потому что когда я монтирую это все дело, я музыку накладываю только после джингла. А до джингла, когда мы говорим там «погнали» и «громкие темы», мы в чистейшей тишине говорим. В звончайшей. Да, да, поэтому я думал, что сейчас должна начаться, а нет, начинается наша вот первая тема. Так вот, наша первая тема, которую знают по-любому все, кто причастен к веб-разработке, так или иначе, и все, кто причастен к просмотру фильмов, то есть это большой круг, наверное, людей, я прав, веб-разработку, фильмы-то мало кто смотрит. Ну да. Вот. Все почему-то были очень недовольны новым редизайном Кинопоиска, перезапуском Кинопоиска. Лайк этому видео, если недоволен дизайном нового Кинопоиска и репост, если Яндекс обосрались. Короче говоря, есть несколько причин, по которым, собственно, этот дизайн не зашел, точнее, даже не дизайн, а в сумме все, и функционал, и дизайн не зашел, да? Есть несколько причин, но перед этим мне хочется просто подумать, а если бы это сделали Google? Они бы, знаешь, они бы сделали и не трогали бы. Вот вы привыкнете. Ну, вообще, Google свойственно какие-то вещи делать, и потом ни шагу назад. Ну. То есть, если мы говорим о Яндексе, то даже, когда они ввели новую метрику, до сих пор доступна старая метрика для староверов. А как это, вот этот, как его, половина Украины там, половина Украины там? Ну, помнишь, карты-то типа на Яндекс-картах? А, что в Украине Крым украинский, а у нас Крым российский. Хотя, вот я не знаю, сейчас что-то изменилось или нет, мы год назад с тобой это обсуждали, давно здесь сидим. Да, то есть Яндекс, он проявляет такую некоторую двойственную природу. Да, да, то есть, во-первых, мягкие тестикулы, во-вторых, ну просто, я так понимаю, они не хотят терять вообще никакую аудиторию, то есть они прям под всех ложатся, так скажем. Google бы, да, в этом случае надо отдать им должное, они если что-то делают, то они уже всё. Хотя, опять же, они отменили Google Плюсовские комментарии на YouTube. Ну, ну это очень нескоро произошло, видимо, там уже доконали, кто-то повесился там. Да, возможно, вот тот, кто, знаешь, как в той истории, что чувак, который придумал бумажные пакетики из-под сахара, которые в Макдональдсах, вот эти в форме трубочки, из-за того, что их просто надрывали у кончика, так скажем, так, они ломали пополам, он повешился. То есть он понял, что его изобретение, используя в корне, не так. Вот, может быть, один из дизайнеров Google Плюс повешился, и они решили, как бы, ну всё, можно, можно убирать. Ну да, согласен я с тобой. Значит, суть какая? Во-первых, даже сам бывший генеральный директор, а, один из основателей, Виталий Татси, он и то высказался плохо о новом редизайне от Яндекса, сказал, что это говно прям реально. Ну, ему, видимо, последний транс, что уже выплатили, поэтому он может себе позволить плохо. Ну, видимо, да, хоть что говорить, поэтому вот так. Пишите в комментариях, что именно вам не понравилось, но вот давай сейчас перечислим причины. Во-первых, сам по себе дизайн не понравился людям, вот сам по себе дизайн не понравился. Давай откроем кинопоиск, который сейчас на бете. На бете. И, как бы, я думаю, все помнят старый заскорузлый, так скажем, а вот новый. Новый, во-первых, здесь всё такое широкое. И здесь нам сразу предлагают зайти под Яндекс. Нет, у меня Зоидина, он мне предлагает привязать аккаунт кинопоиска, но у меня нет такого. А у меня действительно нет такого. Имеешь в виду, то есть, аккаунт кинопоиска привязываешь к Яндексу, то есть тебе... У тебя совмещается. Да, он рецензии всякие сохраняет, наша вот Луиза, она есть теперь. Так, окей. И, короче, и пошло. И сразу, значит, у нас самое популярное кино, я так понимаю. Да, нам вот здесь, вот это кайт небольшой. Вот ты когда себя открывал, у тебя уже не было. Нам говорят о том, что, типа, выберите, что посмотреть. То есть, в принципе, сайт теперь ориентирован на то, что это онлайн кинотеатр. Тут как бы вот посмотреть надо. Вообще смотрите, всё в онлайне. И, типа, знаешь, для всех, кто гуглит онлайн кино, там, без регистрации, посмотреть, там, Марсианин. Бесплатно. Да, вот видишь, тут R2D2 ещё привёз этот попкорн. Ну, видишь, в чём суть? Я думаю, это уже можно назвать. Это второе. Первая причина привязка к Яндексу, а вторая причина, что нужно смотреть. Я думаю, первая причина, это ты. А вторая, все твои личные. Ну, это у Яндекса, да. Вот. Я думаю, что это вторая причина, короче, покупка именно онлайн кинотеатра, который всех взбесил, что надо деньги ещё какие-то платить. Да, да. Все как качали нормально с торрентов. Да, да. То есть, причём это, ну, как бы теперь здоровый, так скажем, большая часть кинопоиска, это теперь не комьюнити, где все пишут рецензии и ставят рейтинги. А теперь это коммерческий полностью проект, основанный на том, чтобы его монетизировать по просмотрам, там, и так далее. Да, к этому же относится то, что оценки оказались завышенными. То есть, оценки на старом ресурсе не соответствуют оценкам на новом ресурсе. А ты, можно где-то сейчас найти, там, с газеты Рута то, что смотрел? Да, да ты можешь просто зайти, наверное, сейчас прям можно это увидеть? Интересно, они изменили или они тупые? Короче... У Зелёного Слоника? Не-не, не у Зелёного Слоника, а у фильма Воин, да, у фильма Воин. Да, 8,2. 8,2. А ну-ка, на старом сайте сколько? Так, сейчас я сотру Бету. Сотри Бету. 8,2, да, заметили? Это рейтинг юзеров, я так понимаю. Я просто боюсь... Нет, здесь 8... Значит, другой Воин. Другой Воин, мы смотрим США на Россию. То есть, нет смысла пиарить 2011 года фильмы. Согласен, согласен. Просто здесь нету Российского Война. Я чувствую, его настолько выбили лишь, что... А подожди, давай все фильмы. Давай все фильмы. Он, видимо, не попадает в ротацию. Уже вообще нигде. Тут красавица Вейл, Воин, Сейлормон. Не, ну Сейлормон нормально, семерочка. Это ему я доверяю, в принципе. А у Крепкого Орешка 1,81 тоже можно себе. Почему, интересно? Я не знаю, где Воин, Россия. Окей, видимо, нет. Ой! Ой! В общем, подожди, может быть, Воин? Стой. Подожди, нет. Давай найдем на российском таки кинопоиске, по хрену. В смысле, на российском. В смысле... Ладно, короче, я сейчас тебе кину ссылку, во-первых. В смысле? Не на российском, а на старом кинопоиске. Это я уже... Понимаешь, для меня уже Яндексовский, это не российский кинопоиск. А расистский. Потому что российского фильма почему-то здесь нет. Ну, давай зайдем. Сейчас. Кинопоиск провалился в прокате. Статья с газеты РУ. И здесь... Здесь есть скриншоты, которые нам скажут, что зеленый слоник вывели в топы, во-первых. В протест. Черт, все так подгружается. Вот это? Да. Ну, там реально Воин называется. Воин Россия 2015. Вот. Четыре... Воин. Да нет, ну не найдешь. Возди, Воин 2015. Да специально убрали, я уверен. Воин дорог. Вот, есть. Два и один, нет, уже все. Причем еще и уменьшили. На момент написания твита, BadComedian, или не твита, а в группе ВК, было 4.0. Нет, нет, нет. Так, окей. Короче говоря, мы поняли, что, во-первых, рецензии за деньги. Во-вторых, а хотя, может, даже не за деньги, бесплатно Воина поставили. Восьмерочку. Я не знаю, честно. Во-вторых, это, в принципе, похоже, опять же, на Яндекса, монетизироваться вообще всеми доступными способами, которые только есть. То есть мы уже сколько? Мы уже три причины, как минимум. Ну, ладно, я уж не говорю про то, что и дизайн там некрасивый, и юзабилити неудобный. Да, к этому в любом случае привыкнут, так или иначе. Угу. То есть... Плюс в момент премьеры, так скажем, сайта, а мы можем про него, как про премьеру фильма говорить, он упал, и падал, и лежал, и, короче, в общем, вел себя полностью непотребно. Поэтому ополчились на него и вывели фильм «Зелёный слоник». Да, у меня на самом деле... Да, ополчились, вывели фильм «Зелёный слоник» в топы на 8,2. 8,2 — это, я так понимаю, довольно-таки до хрена. Ну, да, наверное, если у «Воина» 2,1, как думаешь? Согласен, да. В общем, пишите своё мнение по поводу нового кинопоиска. Я вот, честно сказать, не пользовался и сказать ничего не могу, но вот тут первый экран нас конвертирует на то, чтобы купить билет. Нет, конвертирует — это хорошо. Партнёрка на кинотеатре какие-то. На Яндекс.Бе нет. У нас в «Роднике» только я могу сегодня уже посмотреть после 9. Поедем на «Воина»? А сколько стоит? Чёрт не успею посмотреть. Я думаю, он на 220. 220 или 80. Заодно сейчас посмотрим, вообще полный зал на него или нет? Или у них опиха всё ещё не на SmartApe? Аншлаг. Это пустые, я думаю. А, это пустые, да? Ну, 220, да. Я бы вот не стал запускать кино, даже если бы так было. Ну, для охранника, для уборщицы 23.55. Ну, короче, в общем, пишите свои отзывы, чё на этом восстанавливаться. Короче, обосрались. Давай дальше. Да, но я больше, чем уверен, что... А, ну да. В тот момент они сказали, нет, не будем восстанавливать, типа, старую версию. А теперь сказали, что всё-таки пока допиливают новую, старая будет доступна просто по кинопоиск.ру, а новая на beta.kinopoisk.ru. Хрен его знает, да когда они будут допиливать это. Есть мобильная версия у сайта? Давай, давай посмотрим, напоследочек. Я напомню, по-моему, у них есть приложение, старое. Мобильной версии, как таковое, нет. Сейчас подсунем юзер-агента. iPhone. iPhone. iPhone 5. Нет вообще, нет мобильной версии. А приложение, интересно, обновилось кинопоиском? Тоже в новый этот, так скажем, интерфейс? Да, вот просто здесь... iOS, да, посмотрим. Сейчас в магазине нам скажут, пойди. Нам скажут только наш подкаст, видимо. Да, так, когда оно было обновлено, оценки подробнее. Чё здесь нет? Я вот так смотрю, похоже. 8.12.2014 не обновилось. Обновлено ещё в декабре 2014. Понятно. Осталось ещё, так скажем, что-то святое. Что-то святое осталось, понятно. То есть свободно можно устанавливать приложение, не париться. Ну, в приложении же неудобно там рейтинги писать, всё такое. Ладно, перейдём к жирной теме. Такой прям, она колоссом целом стоит в нашем подкасте. Так. 12 правил профессионального джаваскрипта в 2015 году. Дисклеймер. Я говорю, конечно же, абсолютными всякими вещами, хотя только ситхи всё возводят в абсолют. Но на самом деле, это я добавил. Нет такого. Я читаю. Да, но хотя, ну типа у каждого правила есть какие-то исключения. Правила существуют, чтобы их нарушать, короче. Автор-то знаменитый чувак какой-то? Кори Хаус, хрена знает. Независимый консультант, Microsoft MVP, кодер. Всё, всё. Клинкодер. Всё, всё. Спикер. Клинкодер, всё, понял. Вот вещь довольный какой. Нет, я думаю, это абсолютно какой-то хрен с горы, но 374 пользователя рекомендовали. Я не знаю, насколько это много для Medium. Я так понимаю, правила-то всё-таки крутые. Не, ну статья прикольная, мне понравилось. Medium, кстати, редизайн сделал новый логотип. Мы не будем об этом говорить, потому что они почему-то... Яндекс тоже делал, видимо. Да, они не написали, как бы сказать, поста про то, что они сделали новый редизайн. Ну вот тут у какого-то 1500, у некоторых 66, 50, 209, 510. Прям ленту топовую. Да, да, то есть, видимо... Ну ладно, 375 на самом деле не так много. Вот он пишет. JavaScript сложный, потому что там хрен поймёшь, что ты правильно делаешь, что ты неправильно делаешь. Ну здесь классическая шутка, что типа JavaScript Definitive Guide такая толстенная книжка, JavaScript Good Parts, такой уть, тоненькая. Причём это третье издание. Сейчас шестое издание в ходу Definitive Guide. То есть оно-то ещё жирнее. Ну шире, да, ещё. Там как бы хорошо всё. Ты 1111 страниц, около того. Ну так вот, первое правило. Весь JavaScript должен быть в JS-файле. Не в том смысле, что не в PHP. А в том смысле, что его нельзя инлайново писать в скрипт теги. То есть не то, чтобы нельзя, просто это плохая практика, и там в следующих правилах будет понятно, почему. Но он пишет, что как бы самое базовое, это то, что отдельный файл может кэшироваться, а то, что лежит в теге скрипт, даже если там всего несколько линий, скачивается каждый раз. Не линий строк. Линий. Лайенс. JavaScript код должен быть статичный. В том смысле, что в него не должны никакие PHP переменные там подставляться и так далее. Даже в инициализатор какого-нибудь условного оулка русельки. То есть там есть тоже конфиг, в который ты, по идее, передаёшь там, что автоплей такой-то или не такой-то. И тебе, чтобы каждый раз не править это в футере там или в хедере где-то это подключил, можно PHP переменную просто как-нибудь использовать. Ну, для разных таких вещей. Так вот, здесь написано «так не делать». Так. То есть пусть это всё лежит в отдельном JS файле, инициализация каруселики, но, но ты можешь инлайнить JSON объекты себе, как в скрипт. То есть вот здесь есть скрин, что на Stack Overflow так делают чуваки, просто JSON объект вот так инлайнят, как конфиг. И те статические JavaScript файлы, которые у тебя уже где-нибудь записаны, они обращаются к этому конфигу. А в этот конфиг ты уже можешь с PHP всё засирать с помощью JSON-энкоуда. Любой PHP-шный ассоциативный массив просто передать в виде JSON объекта в JavaScript. Самая хорошая практика – это вот инлайнить JSON и к нему уже доступаться из статического JavaScript, который в JS файлах лежат. Вот такая вот хрень. JS should be minified. Понятно, что всё надо сжимать, всё в одну строку, то есть это аглифаем, я думаю, пользуются уже все так или иначе, хоть в галпе, хоть в каких-нибудь, так скажем, гуёвых программах с графическим интерфейсом. В общем… Как-как? Да, JS belongs at the bottom. Всё это вниз сувать, это тоже все понимают, что страница сначала должна загрузиться, потом должен включаться JavaScript, потому что вдруг он долго будет как-то подгружаться, у вас это остановит рендеринг страниц. Или на худой конец оборачивать, как в jQuery, в document ready, например, то есть это тоже очень старая практика. JS should be linted real-time. Нужно проверять на ошибки, ну, короче, линтинг делать. Мы тут, да, я в паблике выкладывали ESLint, новый линтер, который оказался совсем не новый, просто вот как-то он ещё не зарекомендовал себя в CodeKit, его не было, поэтому я подумал, что он новый, а оказалось, что ему уже около года все пользуются. Ну, он, в общем-то, стал круче, чем JS hint, JS linted, он там учитывает уже, видимо, новые фичи ECMAScript 2015, туда-сюда, короче, да, тут предлагают плагин для галпа, GALP ESLint, то есть, если у вас уже есть, как бы, система сборки какая-то автоматическая, то просто добавьте плагин для линтинга и смотрите, какие у вас ошибки не там, где надо использовать строгий режим и так далее, где просто построже надо быть. JS должно иметь автоматизированные тесты, я вот до сих пор не пишу юнит-тесты для JavaScript, видимо, потому что я так не пишу так уж много JavaScript, но здесь пишут, что можно с помощью Selenium и Jasmine писать юнит-тесты, например. И привиться с Jasmine. Да. А если вы сильно круто пишете JavaScript, то с помощью Mocha и Chai. Пишите в комментариях, с помощью чего вы пишете тесты для JavaScript и пишите ли, мне прям сильно интересно. Mocha, это же Mocha? Ну да, Mocha, хрена знает. Это на каком-то там испанском, хренанском, и это вот для ноды юнит-тест написаловка какая-то. Понятно. JS должен быть инкапсулирован, то есть, грубо говоря, все разбито по отдельным файлам логически. То есть, ECMAScript 6 классы или модули, это все вот только еще нам предстоит использовать, но уже сейчас можно использовать require.js, например, или common.js, все здесь советуют, но суть примерно та же самая. То есть, вы какой-нибудь переменной присваиваете новый шаблон. Здесь вот, например, war require greetings.js. В greetings это require greetings.js. И если у вас greetings подключен, вы можете оттуда использовать методы, которые в том файле вот так вот сделаны. Хрен его знает, надо делать это именно так или просто все это совмещать в один файл и, ну грубо говоря, прототипами вы, если это все инкапсулируете, тоже в отдельные типа классы, объекты, то можно также к ним обращаться. Ну, может быть, если в main.js у вас лежит именно вот такие обращения через require и все в одном месте, вы видите, где у вас, какой класс, какой переменной здесь присваивается именно вот в main.js, ну хрен его знает. Я обычно совмещаю все в один файл и все. Пишите опять же в комментариях, здесь вот в JavaScript мы ни хрена не эксперты, мы только учимся. И пишите, какие best practices использовать именно вот require.js или common.js вместо просто совмещения всего в один файл в нужном порядке и да. JS-зависимости должны быть понятны всем. Ну, тут примерно то же самое, то есть, грубо говоря, если вы что-то импортируете или что-то используете в нужном порядке, это просто делаете и все, здесь опять же сказано или common.js или ECMAScript 6 модули. Transpile to JS. Transpile, я посмотрел, это перевод из одного языка программирования в другой. То есть, используйте типа какую-нибудь абстракцию, например, TypeScript, который уже давно Microsoft придумали для статической типизации для JavaScript, или Bubble, Bubble, не знаю, как правильно произнести, который ECMAScript 6 компилирует в ECMAScript 5. То есть, вы уже сейчас можете писать так, как надо будет писать через несколько лет, и он вас уже будет это до ECMAScript 5 компилировать и нормально. JS нужно автоматически билдить, но это понятно, то есть, мы уже сказали про GALP, тут здесь еще говорят про Grant, Webpack, то есть, про все эти системы сборки. Они должны автоматически все компилировать, да, это не вызывает сомнений. Используйте фреймворки или библиотеки, здесь все и так понятно, jQuery, Backbone, Knockout, Angular, Ember или React с Flux. Короче говоря, всякое используйте, не бойтесь, это хорошая практика. Ну и последнее, JS should separate concerns. В общем, нужно разделять по каким-нибудь паттернам, например, по MWC. В половине файлов у вас шаблоны, в половине файлов у вас логика, конфиги, то есть, это все нужно разделять. Все AJAX запросы в третьем файле. То есть, просто используйте какой-нибудь паттерн проектирования или методологию, по которой вы это все будете располагать, чтобы не запутаться. Вот такие вот подсказочки. Ну, интересно, да, 375, хочется как-то залайкать, но... Но ты через твиттер можешь зайти. Ну, давай. У меня просто не зайдено через твиттер, наверное. Я думаю, да? Я думаю. Да, да, мне надо будет смс-ку сейчас ждать, не будем. Не стоит оно того, так что перейдем просто к следующей теме. Я, кстати, знаешь, что про это хотел сказать? У нас часто пишут в паблике где-нибудь или, знаешь, где-нибудь в ютубе, в комментах, пишут типа, а, это чуваки, я, короче, выучил джаваскрипт, что дальше учить? Джейк Вэй? Да, да, да. И вот когда такое спрашивают, мне кажется, ты не то, что не выучил джаваскрипт, потому что если вот эту книжку в 1111 страниц прочитать, ты потом после этого не то, что такие вопросы задавать не будешь. Ты, мне кажется, уже даже ничего не будешь делать. Да, ну, само собой. То есть выучил джаваскрипт, это в лучшем случае, значит, прошел курс на Code Academy. И в лучшем случае сделал там тесты, какие должны. На беременность, естественно, после этого. Да, после этого. На беременность от джаваскрипта. Да, поэтому, ну, вот хотя бы книги читать начните уже, наконец. Мы в разговорах у экрана каждую неделю уже тоже говорим о том, что надо читать книги, и все будет хорошо. Я думаю, в этом книге начитываете. Ну, мы вслух, да. Короче, следующая тема про цвета. По-любому сейчас всем дизайнерам должно понравиться. Давай, короче, разберем с тобой основную, так скажем, составляющую. Сильно в цвета уж не будем, там уходить по одному цвету разберем. Ну да, по одному прикольчику с каждого цвета. Да, по одному прикольчику. В общем, статья вместе с инфографикой рассказывает нам про то, как цвет влияет на психологию покупателя, так скажем, психологию клиента, психологию гостя, который заходит на ваш сайт именно гостя, именно онлайн. То есть на онлайн покупки как влияет психология цвета. У нас про онлайн покупки сегодня будет тема еще, но это я так просто. Да, я что-то, кстати, не помню. Да, как сделать UX товары у нас, вот следующая как раз тема, и там про онлайн покупки не дать нельзя. Так вот. И, значит, был проведен, как обычно, опрос в Северной Америке, естественно, онлайн покупателей. И было выявлено, как влияют цвета на покупки и на все такое. И, в общем, давай немножко по цифрам пройдемся, которые находятся на инфографике как раз. 84%, 84,7% потребителей указывают цвет как основную причину покупки конкретного товара. То есть, а я вот красненькую хочу машинку. Ну вот, давай с тобой подумаем. Вот мы приходим с тобой в условный магазин H&M. Так. И вот нам нужна рубашка. И вот есть три модели, условно говоря. И они вот одна приталенная, одна регулар, а одна там из более грубой ткани, там фланелевая какая-нибудь. И все одного цвета или все разных цветов? И, допустим, все разных цветов. То есть, фланелевые есть только зеленые, а приталенные есть только красные, там условно, а свободные есть и зеленые, и красные, и желтые в клетку. И ты вот будешь решать в зависимости от цвета, или ты все-таки пришел за конкретным фасоном? Я вот честно сразу за себя скажу, что я пришел за конкретным фасоном. Я пришел за конкретным фасоном, но опять же, если этого фасона будет не тот цвет, то нахрен я его не буду брать. Ну, ты вообще ничего не будешь брать, то есть ты не сможешь пойти на компромисс и взять просто какой-нибудь бред. Ну, хорошо, может быть, между приталенной и свободной я бы тоже еще выбирал, хотя я приталенной перестал носить, поэтому... Я понял, о чем ты видишь, тут суть в том, что, видимо, идет разговор об одинаковых товарах, потому что если они разные, ну, реально, я не хочу там фалл-имитатор вместо чего-то там, вместо MacBook Pro. Не, ну, тут однотипно, видимо, чем-то... Ну, короче, вот 85% просто хочу красненькую. Хочу красненькую, вот реально, 85% хотят красненькую. Это, я повторюсь, Северная Америка, не Челябинск. В Челябинске все хотят нормально приталенную, хорошую... Нормальный фалл-имитатор вместо MacBook Pro. Далее. Когда люди покупают, 93% смотрят на внешний вид продукта. Ну, нельзя не согласиться. Да, 6% обращают внимание на текстуру. Я вот это не понял. Как понять, на текстуру? Как я говорю, из твердой ткани. То есть хлопок разный бывает. Бывает дешманский хлопок, бывает пима-катон, пимовый хлопок. Хорошо. 1% принимают решение по звуку. Слышь запах. То есть как у тебя звучит рыбашка? Мы говорим об онлайн-покупках сейчас, между прочим. Вот зашел ты на страницу, и если у тебя какие-то звуки, запахи пошли, то надо брать, да. Согласен. Так вот, исследования показывают, что люди подсознательно оценивают среду или продукт в течение первых 90 секунд. То есть все 90 секунд смотрят. Это причем достаточно много, если так подумать. Это много. Ты минуту смотришь реально. Больше, чем полтора минуты. Помнишь, есть всякие такие маргинальные оценки, что женщина решает, переспит ли она с мужиком за 3 или 4 секунды, когда видится. А если она онлайн-овидит 90 секунд смотрит? То видимо 90. И она, во-первых, еще принимает решение по звуку и запаху больше 1%, стопудово. То есть в том, именно где онлайн-знакомство, там 93, это вот не внешний вид. Ну смотри, кстати, я сейчас подумал, что в принципе онлайн, что знакомство на ВКонтакте, это в принципе онлайн-покупка. То есть ты добавляешь, лайкаешь что-нибудь девушке, да, и 90 секунд она фильтрует, короче. Скорее всего. И смотрит на твой цвет еще потом. И запах. На 62-90% эта оценка основывается только на цвете. То есть если ты черный, короче. То да. То это подходит. Окей, короче, 80% считают, что цвет увеличивает узнаваемость бренда, но это стопудово. Мы в прошлом подкасте рассматривали про вот эту минимизацию логотипов, и там были, именно в цвете очень сильно узнавались логотипы. Да, да. Кроме Лендровера, конечно, который был из-за зеленого цвета что-то и не узнали. 52% покупателей могут не вернуться в магазин из эстетических соображений. То есть если вокруг везде реклама, порно, баннеры. И они еще не того цвета, скорее всего. Да, да. Результат использования цвета. Цветные объявления читают 42% чаще, чем точно такие же, но черно-белые. Причем здесь строка черно-белый. Вот у меня-то на мониторе, видишь, она прям, я увеличил, и она прям черно-белая, ариалом просто написана каким-то, и все. Ну да, то есть это хорошо. Хотя нет, не ариал ширь. Ну ладно, это так. Цвет может улучшить понимание. Понюхать, что ли, этот баннер. Тут, кстати, 146%. Цвет может улучшить понимание на 73%. Еще на 68% изучение, да. Да, и чтение. Представляешь, что чтение тоже влияет. То есть если у тебя все блеклого цвета... Ну, я тебе соглашусь. Вот журнал какой-нибудь условный, типа там Scientific American, читать значительно приятнее, потому что там все инфографики цветные, чем ты в газете Коммерсант смотришь гистограмму какую-нибудь расходов там Газпрома за последние полгода черно-белую. Там вообще до свидос. Ну да, но это нам говорит только о том, что чуваки, видимо, которые читают Financial Times, опять же, какую-нибудь финансовую хрень, они, скорее всего, блин, какие-нибудь... Они по запаху все-таки выбирают, а не по цвету, да. Так вот, пройдемся по основным и вторичным цветам, которые здесь описаны. В основные цвета входят красный, желтый, синий, но это все знают, что если смешать любой из этих цветов, можно любой получить, собственно. Подожди, ты что, серьезно? А, да, желтый и синий, это зеленый. Да, да, да. Ну, RGB, собственно. Нет, RGB как раз там зеленый, в том-то и дело вместо желтого. Р-Е-Б. RGB. Понимаешь, что такое нас подставило? Вторичные цвета. Оранжевый, собственно, как красный и желтый, да? Зеленый, как... Желтый, синий, фиолетовый. Красный, синий, да, ты был прав, да. Да, короче говоря, здесь расписано по каждому цвету. Давай, я просто вот расскажу. Тут красная чакра, сразу на ней остановись, что она прям в паху находится где-то. Красный, да. Красный цвет энергии, он усиливает пульс, часто используется для тотальных распродаж. Да, кстати, согласен. Ну, и так как он усиливает, тут написано еще усиливает страсть и стимулирует аппетит, то Макдональдс, Лего. Лего сразу хрен встает, если я новый конструктор выкупаю, страсть. Пинтерест. Да, YouTube, H&M, опять же. Слушай, мы про H&M-то, да, как-то попалось нам. Ну, круто. Окей. Подожди, смотри, здесь у чакры еще вот такое сердечко, треугольник и молоток. По нем молот бьет по нему, то есть оно выбивает прям эмоции и страсть. Да, да, да. Располагается в основании, это основание позвоночника у нас. Я-то думаю. Можно так телок тебе приклеить. Детка, хочешь посмотреть на основание позвоночника? Да, желтый цвет. А уж и желтый, да? Желтый, оптимистичный и молодежный. Обычно используется для привлечения внимания к витрине. А красный, кстати, тоже обычно привлекает. Так что тут как-то что-то это все. Тут, кстати, Деннис, это пополам. И красный, и желтый, и DHL. И Shell. Да, то есть как бы... Ну, здесь, в принципе, наполовину... Кстати, сочетание черного с желтым, это, мне кажется, самое популярное на любой вывеске сочетания. Это черное с желтым. Аренда даже самая популярная. И полицейская лента. Да, кстати, да. Ну, нет, это реально, то есть контрастность. И полицейская лента, стало быть, стимулирует умственные и психические процессы. Или стимулирует общение, я не знаю. Подойти офицер проблемы. Располагается в верхней части живота между пупком и грудиной. Как-то пупок высоко у этого человека. У него там основание позвоночника, а тут пупок. Какие-то проблемы у него, скорее всего. Тут, смотри, какая-то абстракция. Типа человек подтягивается. Вот представь, что этот чувак подтягивается, аж колени к груди подтянул. Или распятый какой-то чувак. Ну, это что-то не из той мифологии. Ладно, окей. Синий. Синий. Имеет поразительный эффект доверительности и безопасности. Обычно используется для банков и бизнесов. Ну, для всех социальных сетей мы знаем. Да. Представлены консервативными партиями по всему миру. У нас почти все партии синие. Слушай, консервативные. А ты помнишь, кто там? Буш или Клинтонша? Она с синим. Клинтонша синий. Да? И Обама синий. Да? То есть демократы. Хотя там у них не те, не те, на самом деле не очень консервативные. Они прям... Они не консервативные, я согласен. А ну тут, собственно, прямо написано для нас, идиотов. Используется демократической партией в США. Окей. Чтобы не было... Чакра горла. Чакра... Так, окей. Че мы еще можем сказать? Давай посмотрим брендер. Интересно, чакру горла и вот красную чакру, если совместить с основанием позвоночника, как нормально будет? Желтый, интенсивный сразу пустится? Ну вот, все соцсети здесь сразу представлены. Пепси, кстати, опять же... Пепси, смотри, для бизнесменов сдерживает аппетит. Как это ни странно. А Кока-Кола красная усиливает. Интересно. Хотя у Пепси, на самом деле, красного-то тут тоже немало. То есть он такой какой-то. Oral-B. Даже Oreo печеньки и то. Oral-B. Forte. Walmart. General Electric. Ну, в общем, да, прям такое. Сразу хочется поработать. Skype, LinkedIn. Согласен. Vimeo. Зашел в Walmart, купил там себе Dell. Oral-B. И на нем потом на Ford уехал, и в Facebook зашел. Все нормально, да. Следующее у нас оранжевый, да? Оранжевый агрессивный создает призыв к действию регистрироваться, покупать или продавать. Располагается вокруг нижней части спины репродуктивных органов. Что-то все они вокруг репродуктивных органов так или иначе располагаются. Тебе бы сейчас какие-нибудь там махровые индусы или кто-то? Ага. Они бы по-любому тебе сказали, что там все это завязано на... Как там, на конечности позвоночника или как там? На нижней части туловища. В общем, давай посмотрим, какие бренды. Вот я последнее время оранжевое. Че у нас видим? Харли Дэвидсон? Харли Дэвидсон не успел. У нас снег, правда, выпал уже, но в принципе нормально ты не забуксовал. На холлее, да. Фанта, Пауэрпоинт. Хутерс, это что такое забыл? Я и не знал. Давай загуглим просто, мне просто очень интересно. Хутерс. Это же... Выглядит как будто Хукерс, во-первых, а во-вторых, выглядит как какой-то канал детский с мультфильмами. Ну-ка, ну-ка. Тем смешнее сейчас будет, знаешь, что это ресторан американ... Не, ну что-то... Мужской спортбар в американском... Не, ну это Хукерс ком. Мы сейчас все поймем сразу. Это какие-нибудь... Мне кажется, что это болельщики какие-нибудь, точнее... О, господи, здесь тёлки какие-то... Это Хутерс фэнтези футбол челлендж. Что? А что такое шоп-то? Вы мне скажите, что это? Хутерс гир. То есть вот ты зашёл на сайт, и не можешь понять, о чём? Я не могу понять, да. А почему всё розовое? А почему тёлки везде? Я не знаю, везде тёлки. Видимо, Хукерс. А, это, наверное, типа какой-нибудь журнал, типа Максима, только Хутерс. Да ну не, ну мы бы знали. Это-то мы бы знали, понимаешь? Мэнью. Всех можно посмотреть? View full menu. Салат. Нет, это реальный ресторан кухни. Отлично. Типа Максима. Кто бы мог знать? Вот вспомните, когда мы в этом же подкасте заходили на сайт Burger King. Вообще. Вот там не ошибёшься, что это ресторан. А тут... Там нет тёлок, по крайней мере, по бокам. Каких-то вообще... Чё это за мисс? Мисс. Окей. Короче, напишите, если вы в Хутерс ели хоть раз. Следующий цвет какой-то... Кстати, Никки Ладион. Вот это мультфильмовский канал. Для детей, ну... Понял? То есть я... Ты был прав? Связан с сексуальностью, творчеством, удовольствием. Понял, почему Хутерс тёлок использует? Они сказали, блин, мы уже оранжевый выбрали. А-а-а. Придётся соответствовать. Пауэрпоинт, кстати. Галп. Почти галп. А, кстати, галп-то тоже оранжевый. Связан с сексуальностью, напоминаю. Ну-ка. Он был оранжевый. Он интенсивность. Так, окей. Всё или... А, нет, зелёный последний стал, Солнц. Зелёный, естественно... Нет, не последний, ещё фиолетовый. Ассоциируется с состоятельностью, приятный для глаз, используется для расслабления. Ну, состоятельностью, да, в приложении Сбербанк, я тебе точно скажу, зелёный. Да, сердечная чакра. Пенсионный фонд России тоже у меня зелёное. Это удостоверение с Нилс. Я хочу чё-нибудь... Состоятельность. Я хочу чё-нибудь подумать, чё зелёное, но никак не попадает. Яблоко. Ну, хорошо. Подожди. А, ну монстр, мы поняли, что монстр, да, это к здоровью вообще и братишь петролю. Их состоятельности не попадает. То есть, в принципе, монстр, оно почти кислотное. Я бы это не сказал, что сильно зелёное. То есть, энергетик, как бы, по идее. Ну, да, да. А прикинь бы... Тропикана. Типа здоровья, Xbox. Прикинь бы, монстр был бы красный. Вот такой красный. Я думаю, они чё-то поняли. Они бы уже редизайнулись сто раз, если бы им это помогло больше денег заработать. Согласен. Тут, кстати, везде есть про политику. То есть, тут используется экологами зелёный цвет. А оранжевый является национальным цветом Нидерландов у королевской семьи. Ну да, это я знаю. Связано с безусловной любовью и исцелением. Безусловная любовь. Вот тут условная любовь, сексуальность, творчество, удовольствие. А тут безусловная всё-таки. Animal Planet. Так, окей, дальше фиолетовый, да? Кстати, Whole Foods. Помнишь, ты же мне сам говоришь, что ты South Park смотрел новую сезону? Ну, ну. Там же Whole Foods к ним заезжал в одну... Или ты эту серию не посмотрел, третью? Я третью как раз не посмотрел. Да, ну вот там вот магазин Whole Foods заезжал в South Park, и они всю серию вылизывали город для того, чтобы чувак из Whole Foods всё-таки разрешил там построить этот супермаркет, чтобы ты понимал, это как Safeway. То есть, просто продуктовый. А почему он так всем нравится? Ну, вот типа просто там всё круто, всё красиво, знаешь, как в теореме практически. Всё из плетёных таких каких-то этих, всё такое экологическое. Ну, то есть, он реально, он зелёный цвет отрабатывает по полной. Понятно. То есть, как у нас в Челябинске H&M приехал, сразу весь Челябинск там в очередь встал. Да, да, да. Вот тут примерно так же там. Фиолетовый. Фиолетовый используется для успокоения и умиротворения. Обычно применяется в индустрии красоты и антивозрастных товаров. Демонстрирует царственность, богатость, успех, мудрость. Ну, кстати, я бы вот поспорил, что сильное успокоение. Это же как бы смесь красного с синим, то есть, грубо говоря, оно достаточно должно напрягать тебя. Ну, мне нравится фиолетовый, мне всегда нравился фиолетовый. Во-первых, по эмарям, потому что... А во-вторых, просто как-то, ну, фиолетовый... А-а-а, я понял почему, потому что шмотки, вови, эпики, это фиолетовый. Только из этого. Только из этого он мне всегда нравился. Демонстрирует царственность, богатство, успех. Ну да, всё правильно. Всё чарно, это коронная чакра, верхняя часть головы. Ну, я думаю, знаешь, какие-нибудь вот эти мантии пурпурные там. Ну, это да, тут это пишется, что как бы в современной политике почему-то не используется, видимо, чтобы не говорили царь. Что типа богатые. Путички должны пиджак теперь фиолетовый пошить. И цепь такую золотую, с пальцем золотой. Тимобайл, Яхо, Taco Bell. Ну, Яхо, окей. Заметь, здесь мало брендов. То есть там до хрена разных, а тут Крейгзлист. Ну, богато, королевский. Ну, ты будешь, ты типа там снимешь такую. Ну, я согласен, снимешь такую, да. Тимобайл. Окей. Так, и, собственно... А все, грузоперевозки. Ну, вот, в общем, вы, в принципе, посмотрите еще, мы оставим ссылки на инфографику. И если вы будете разрабатывать какой-то новый бренд, может быть, то от цвета-то ориентируйтесь, чтобы у вас не было какая-нибудь... Безусловная любовь, чтобы у вас была. Да. А не условная. Давай поженимся. Переходим к следующей теме. Она про UX. Мы любим в этом подкасте обсуждать UX специально для вас. И Майкл Хейджманс. Ну, это голландская фамилия. На блоге ЮАСТа. У них, кстати, все еще есть это. Кстати, ЮАСТа перерисовали на толстого какого-то пацана. Вы можете сейчас видеть справа. Так это не он. Как не он? Ну, это Майкл. Их же много в команде. А почему он так очень похож на самого ЮАСТа? Да они все голландцы, они похожи. Причем, к слову о толстых, я тебе сейчас покажу, кто толстый. Ну-ка. Сам-то он, я тебе скажу, не худой. Где он тут у меня? Вот он. Он просто у меня уже в Ютьюб не помещается. А что у него с волоськами? Он их ставит гелем, воском, я не знаю чем. Хорошо. Ну, вот это он книгу свою рекламирует. Как раз про UX и конверсии. Я думал про SEO. Нет, про UX и конверсии. И он пишет from a чего-то там SEO перспектив. Короче, почему это круто для SEO? From holistic. Все-таки, то есть, SEO завязывает. Ну, само собой, конечно. Он больше ничего не умеет. Ну, так вот. Тут тоже. Вот наша книга. Бла-бла-бла. Понимаете, что SEO, оптимизация для товаров, для магазинов, это не только мета-заголовки, всякие мета-дескрипшены и так далее. Потому что Google, типа, сам подберет мета-дескрипшен, если вы его не заполните, по контенту на странице. Куда важнее это то, как у вас на странице будет все расположено для пользователей, какие будут поведенческие факторы на странице. Это вот, дескать, вот это тоже важно. И они реально на примерах рассматривают. Мне очень понравилась эта статья тем, что она на примерах. Я вот даже ее открою в Reader, только не в темном. Потому что тут виднее просто, и все. Вот один. Сразу про доставку написано. Если вы закажете до, там, 11... Кстати, не смотри, у них в Ев... Блин, все-таки я буду приближать еще ближе. У них в Европах 23.59, не по Америке, а АМПМ. Офигеть. Да, типа, закажете, если до сегодняшнего дня, то завтра стопудово бесплатно вам будет. Это, типа, это круто. Меня сразу конверсию увеличивает. Блин, блин, надо заказать быстрее, мне же бесплатно будет туда-сюда. Подпись 5 настоящих, типа, магазинов. 5 отделов, грубо говоря. И это добавляет, так скажем, траста. То есть, доверие, что можно прийти в магазин, в случае чего заменить, по гарантии что-то сделать туда-сюда. То есть, если вы скажете, да, что у вас 5 отделов по городу, это прям, это круто. Это не то, что у вас только склад выдачи где-нибудь там в портовом районе. Ну да, да. Где у вас счет работают это все, когда вы пойдете оттуда вечером. 23.59, чтобы бесплатно получить. Третье, рейтинги и ревью. Вот даже если они у вас будут накручены, как на кинопоиске, они увеличивают конверсию для пользователей, которые будут заказывать что-то у вас и покупать. Ну, кстати, вот эта шняга, которая рейтинги и ревью, это, блин, встроенная, мне кажется, в любой плагин про магазин. Да, но если ты не заморочился и не заполнил это сам на самом старте. Да, согласен. То будет полное говно. In stock translated. Короче говоря, нужно всегда писать, что в наличии, зелененьким, каким-нибудь хорошеньким, сразу будет, не то, что там уточним там что-нибудь там-там. Вы сначала закажите, а мы потом вам скажем, когда надо будет это. Вот пусть у вас все будет в наличии. Вы лучше скажите, что там, мы вам не в 23 посидеть, а как бы через, ну хотя бы чтобы, да. Я думаю, здесь как раз ничего негативного не надо говорить как раз. А вот потом уже. Ну да, да, то есть нужно, чтобы вот все-таки нажали вот на пятую кнопку. Кстати, должен быть два кола to action, как бы это назвать-то по-русски. Призыв к действию? Да, два призыва к действию, потому что один это прямо сейчас купить, а второй там купить по подписке, или там как на ebay, предложить свою цену, или там положить в корзину и продолжить, вот что-нибудь такое. Так. Вот я, кстати, думаю, положить в корзину и продолжить самый нормальный конверсионный вариант, потому что, да. Это, кстати, магазин pdashop.nl, то есть их голландская хреновина какая-то, видимо, топовая, типа нашего связного, я думаю. Связной. Так. Так вот, шесть. All kinds of trust indicators. Всякие там галочки. Мы там лучше всех. У нас там уже 2600 лучших покупателей. В течение 60 дней вернем бабки. У нас там... Да... Да... Черт. Гарантированная... Почему я на D хотел отназовывать? Гарантированная... По... Мобиле... Я просто с голландского пытаюсь перевести. Ты... Я же не шучу. Консультация по телефону, вот. Короче говоря, все очень круто. А, у них еще, видишь, какой-то журнал, ну, типа, афиша дала там нам нашему сайту рейтинг 9.1 из 10. Мы там лучшие за 2015 год. Вот если у вас все есть, так скажем, все, чем повыпендриваться, вы это прямо на страницу каждого товара, что мы вообще самые лучшие, дохрена крутые, молодцы. Угу, так. Даже если вы все это наврете, напишите, что вы там лучшие в рейтинге какого-нибудь сельхоз-колхоз 2011. Ну, это все... И галочку вот такую красивую поставьте, как в Твиттере лучше. Прям с Твиттера слежите, только цвет измените на фиолетовый, чтобы богато было. И прям все будет хорошо. Седьмое. Alternative views. Ну, понятно, я делаю разные картинки. Я думаю, тут вопросов никаких нет. И так, что восьмое такое? А, типа, если вы купите вместе сейчас с зарядником, то 34% скидку. Ну, это классно. Ну, охренеть, да? На айфон скидка 34%, если вы купите зарядник, это что-то уже такое. Это хорошо, что не купите прямо сейчас и получите второй. А, это на зарядник, на зарядник скидка, не на айфон. А, скидка на зарядник на второй, понятно. Все смешно. Ну, вообще, конечно, да, как в Америке. Две по цене одной, а на самом деле это только у второй 50% скидка. От второй, да? Да, как это обычно бывает. Здесь, на самом деле, еще два. Вот Амазон рассмотрим, потому что он нам, как бы, всем понятен. А вот какой-то хреновин, ThinkGeek, хотя это не очень хреновин. Я, в принципе, слышал про этот магазин. Там все покупают... Ну, там где футболки там. Да, да, да. Всякий мерчендайз прикольный. Ну, давай Амазон рассмотрим. Давай. И да. Один. Free Today Delivery. Круто, что там бесплатная доставка за два дня, типа, супербыстрая. Если вы наберете минимум, там, на 30 баксов, то вы, типа, вам доставят бесплатно за два дня. Ну, это стандартная амазоновская штука, но она, типа, сильно увеличивает, там, конверсию туда-сюда. Альтернативы здесь нам всегда предлагают. А вот другие, чуваки, смотрели то же самое, что и вы, то есть iPhone, а купили... Оп! OpenNexus 5 какой-нибудь, добавьте в корзину. То есть, для тех, кто сучился, есть вот такой блок в самом правом нижнем углу. Почему бы и нет? Опять же, рейтинги и ревью. То есть, тут звездочки, там, снизу всякие, там, о, вау, это лучший телефон, я подарила своей дочке, она, там, радоваться не нарадуется, там, пастит какие-то селфики туда-сюда. InStok, да, в наличии. Коротенькая зелененькая строка. Вроде на Амазоне, и так ты уже сто пуду знаешь, что все в наличии. Но если на Амазоне есть, значит, как бы, ну... А все равно, вот одна строка, и, блин, сразу хочется купить, потому что в наличии. 5, опять же, call to action и alternatives. То есть, добавить в корзину, добавить в вещ-лист. И еще здесь это... Типа по карточке какую-то, да? Да-да-да-да-да. Типа, аа, выписать сертификат на эту покупку. То есть, подарить гиф-карту на 364 доллара, там сколько-то там, 31, там что-то. То есть, реально гиф-карта на телефон. Да-да-да. Практически телефон давишь. Ну, типа телефон, но, видимо, обналичить, и все, видишь. Own Apple iPhone 6 for a gift card as a third option. Ну, блин, Амазон... Или это продать свою собственную шестерку за гиф-карту. Ну, я не знаю такой альтернативы. На самом деле, я до третьего вот этого варианта не доходил ни разу. Если на Амазоне что-то покупал, то просто покупал. Ну, Амазон, короче, гений. Тут под две кнопки купить... Да, шесть... Сколько отвеченных вопросов? Вот, видимо, Амазон или... Ну, не Амазон, на Амазоне же тоже продавцы. Тут вот написано, что продается там протектор супер там кем-то там и в партнерстве с Амазон. 175 ответов на вопросы. То есть, там вдруг спрашивают, а он там точно не гнется, если я своей жирной жопой на него сяду в заднем кармане? И 175 раз ответили, не-не-не, стопудово не гнется, потому что у 6S улучшенный там алюминиевый сплав, 7000 limited pro edition, туда-сюда. Так, ну и последнее, да, как обычно, альтернативные картинки и там купите вместе с пленкой, там получите скидку опять же. То есть, это везде не изжито на самом деле. И не надо. 8 баксов. То есть, тут, возможно, даже без скидки. Просто. И ты сразу такое увидел, это, блин, на натуре, давай я сразу пленку куплю и чехол кожаный на ремень, и все. То есть, вот такое вот нам пишут здесь. Вообще, такой достаточно развернутый пост, тем более, на примерах все объяснено. Нахрена теперь их книгу про UX-конверсии покупать не ясно. Но, видимо, у них в книге еще больше. Они причем здесь должны были в конце сказать, типа, а вот... Ну, они в начале сказали. Ну, в начале, да, но... Ну-ка, они сказали, что в книге больше? А, они наоборот. А вы вот, если вы прочитали книгу, вы уже знаете, что это круто, а вот теперь еще прочитайте пост. То есть, пост это дополнение к книге. Ну, может быть, в книге там... Ну, ладно, не знаю. Может быть, мы ее спиратим когда-нибудь. Не спиратим, положим для ознакомления. Спиратим это я оговорился. Что тут? Да, не знаю. Переходим к следующей теме. Следующая тема, ты как раз про железо заговорил. Да, я сразу передам спасибо Антону Яценяку. Он сегодня нам на ВК две новости предложил. То есть, предложил-то он их не сегодня. Но сегодня передаем ему привет, спасибо. Вот это одна из них. Да, она у нас заглавлена как убийца MacBook. И, кстати, убийца MacBook придумал чувак с ником Epic Universe, по-моему. Прям вот вышел подкаст, и он говорит, а, на следующей неделе будет там убийца MacBook. И вот есть. Подожди, я сейчас открою. Какую открываете? Нашу? Да. Да, можно нашу, да. В общем, Microsoft анонсировала планшет Surface Pro 4 и ноутбук Surface Book. Замечу, что анонсировала еще только. Это вот была конференция, которая была, майкрософтовская. Они только анонсировали планшет. 6 октября это было. Да, они анонсировали планшет. Surface Pro. Surface Pro 4. Уже 4. То есть iPad Pro слизались в Surface Pro, получается? Ну нет, я думаю, iPad Pro слизались в MacBook Pro все-таки. Ну да, согласен. У них есть основания тоже использовать слово Pro. Ладно. Кстати, Surface раньше Pro-то и не назывался, мне кажется. Я вот сейчас так думаю. По-моему, он был просто Surface. То есть они как бы... Все слизали. Пока ты говори, а я в Вике гуглю поколение Surface, какие там что были. Да, короче говоря, на самом деле, если бы ты открыл, кроме того, что тут опять же, опять же, все будет так же, как у Apple. То есть будет так же стилус. Единственное отличие, вот, которое реально отличие, вот реально. Это, во-первых, то, что там Windows 10 будет установлено. Смотри, оригинальный Surface вышел в октябре 2012-го, потом вышел Surface Pro в феврале 2013-го. Офигеть. То есть были пробки. И чем отличался Surface Pro? А у него тоже стилус был. Я так понимаю, размером. Да, стилус был уже тогда. То есть я вот не знал этих фактов, честно сказать. Оказывается, Apple могла слезать. Да, да. 10,6 дюймов у Surface Pro и у обычного Surface... Не могу найти. Что с... Не написали дюймаж. Именно дюймаж. Ну, наверное, столько же. Нет, здесь 10 по горизонтали, 6 по вертик. Ну, короче, меньше. Сколько-то меньше. То есть, да, они могли слезать у Microsoft'а. Ну, вообще, как бы это смешно не звучало, слезать у планшета, то, что на нем есть стилус, это как бы давно, само собой разумеющееся было. До того, как вышел iPad, и Стив Джобс сказал, что все, говно, ваши стилусы. Вот. И, как бы, некоторые люди так и оставались, видимо, с планшетами, со стилусами. То есть, производители так и делали стилусы и не чурались от того, как Чуров. Ну, а на самом деле, да, для iPad'ов же выходили сторонние стилусы. Да. Хоть ты чего говори, а выходили. Да, поэтому, кто, хотя кому удобно было, кому пальцем стрёмно было жать, тот жал стилусом. Давай откроем, короче, характеристики, потому что, кроме Surface Pro 4, они еще анонсировали... Стилусы, кстати, у них разноцветные, смотри. Ну, я так понимаю, да. То есть, тут Apple iPencil, да, они... Microsoft пошли дальше. Кстати, сколько стоит дополнительно у них стилус, мне интересно. Да что-то хрен его знает. Так, обновленный Surface Pen, распознающий 1024 уровня, 1024, ё-моё. Обновленный Surface Pen. Подожди, Surface Pen, поддержка, есть тут цена. 900 баксов за планшет дешевле, чем iPad Pro. Вот, а тут уже про Book. Да, Book дороже, чем MacBook Pro. Book, он снимается, прям вот снимается реально. Клавиатура отделяется от... Шлюхается ты имеешь в виду? Клавиатура, то есть, вообще не думает. То есть, получается, в клавиатуре нет братца. Ну, она как вон 100 тысяч контактов, у неё она, да, подсоединяется. То есть, она вообще ничего не делает, а сам по себе дисплей, в нём всё. А, ты имеешь в виду, что вся начинка, так скажем, да, под экраном, да, видимо. Поэтому вы можете просто снять на ноутбуке экран и использовать его как планшет. А, ну, подсмотри, половина портов осталась в клавиатуре. Порты, окей, да. То есть, грубо говоря, не всё. Там, видимо, мать пополам разделена. Ну, это гений, из Microsoft статья. Ну, честно сказать, вот так-то вот по дизайну, конечно, толстая какая-то хреновина. Как вот у них были раньше планшеты. По дизайну, знаешь, как телефоны из 90-х, вот такие толстые. Да, 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 коммуникаторы, я помню. Да, да, да. И на ладоннике. Вот видишь здесь вот эта хрень? Она очень мне напоминает, как у меня на прошечке. Да, да, согласен. Кат похожий. Я думаю, что Apple никогда так не будет возвращаться, да, чтобы снять экран. Ну, это, хотя, знаешь, теперь уже... Я сейчас вот сказал и через год это сделаю. Да, да, то есть, вроде не должны. Всё указывает на то, что не будут. Напишите в комментариях, сколько стоит Surface Pen. Если вы купили уже, который анонсирует. 26 октября продажа начинается. Так, давай откроем вторую ссылочку нашу. Будет немножко про железо, мы хоть посмотрим таблицы сравнения между MacBook Pro и... И Surface Book. Да. Причём, смотри, это что, это они сами, что ли, сравнивали? Видимо, да. Если вообще так можно делать на презентациях, но, наверное, можно, потому что Apple спокойно... Они же андроидов всегда, да. Вот Android, кстати, отсосали на 100%. В общем, Surface Book, мы здесь видим, во-первых, разницу в цене первая. Да, разительную причём. Хотя нет, 200 баксов. 200 баксов на наши российские. Это сколько сейчас уже по нынешнему-то курсу? 12 тысяч? Ну, около 12, да. А мы можем... Опа! Ну-ка. 61,7. Ну, у нас, кстати, минус 2, в Челябинске есть снег. Я знаю. Чтоб вы понимали. Так я слушателям и зрителям. Ты-то понятно, что знаешь. Так вот, во-первых, диаметр дисплея... Не диаметр, а диагональ. Да, диаметр. Диаметр, это если бы он круглый был. Да, да. Круглый дисплей будет 13,5. Больше на 0,5. Дюйма. Отделяющаяся клавиатура. Окей. Ну, типа, разрешение больше. Ну, я думаю, во-первых, за счёт того, что полдюйма, а во-вторых, плотность там не 2,8 пикселя на... Там, на какой-нибудь... Всё, насрать. Короче, плотность пикселей больше. Тачскрин, естественно. И пиа, если угодно. Пиксель спер инч. Тачскрин будет, естественно, потому что нужно будет снимать, как-то управлять им. Опять снимать нужно. Весит, при том, что он больший и отделяющийся клавиатурой, и он толстый охреной, но он весит меньше, чем MacBook Pro. А, ну, собственно, MacBook Pro-то тоже, я скажу, не очень лёгкий. Возможно, состав алюминия и вот это всё, вот это всё, это больше весит у Mac'а. То есть сам по себе корпус, он... Вот, да, в принципе, Apple, они хоть и вскользь, но всегда упоминают, что у нас, кстати, всё зелёное. У нас там нет ПВХ, нет говна, нет ртути, ничего нету. Точнее, из говна всё сделано. Да, да, да. Как в зарядке, из органического пластика и рвутся всё время. Каждый год новое приходится покупать. Вот цена их зелёности. Дальше следующее различие. Зато если в землю её кинуть, она разложится нормально. А как они тебе, через сколько вот твой MacBook, если мы сейчас кинем его в землю? Ну, он, видишь, он, может быть, даже не столько разложится, сколько суслик, если его лизнёт, ему ничего не будет. Не навредит, не навредит. Да, да. У нас суслики в Челябинске тоже есть, кроме снега. Они лижут, самое главное, всё подряд. Идёшь, остановишься, только не хоп, тебе ботинки начинают. Так вот, Windows 10 Pro, естественно, будет на этом MacBook'е, хотел сказать. Да. Ну, Intel Core i5, i7 можно будет выбирать. Так, графический проц. Какой? Intel HD Graphic? Ну, есть Intel 520 предыдущий. И, видимо, NVIDIA GeForce Graphics процессор дискретный. Напоминаю, он легче, чем MacBook Pro. Но там дискретный. Возможно, конечно, это вес самого лёгкого. Если дискретный, он будет всё-таки потяжелее. И много хреново знает. Скорее всего. Storage Space одинаковый вообще абсолютно. Я только не понимаю. Работает типа дольщика на 2 часа. SSD, 1 терабайт SSD. Уже такие есть, да. Это примерно стоимостью, как Ferrari. Стоимостью. Да, стоимостью, как ещё один Surface Pro. Хорошо. Точнее, Surface Book. Я запутался. Оперативка классическая, 18-16, для ноутбуков больше, мне кажется, не надо. 18? 18-16. 18-16, да. Ну, Battery Life типа у этого больше. Типа больше. Видимо, из-за того, что легче. Надо ещё пробовать смотреть. Конечно. Это там, смотря как бенчмарки эти тестировались. Потому что мой-то тоже 10 не очень держит. Есть SD-карточка, в отличие от Mac. Ну, понимаешь, здесь Full-Sized SD Card Reader. А тут SDXC Card Slot. То есть, SD-карточка-то есть. Я, как человек с фотоаппаратом, понимаю, что он есть. Почему он здесь сказан, а не в USB-портс? И почему... То есть... Ошибка безграмотна. Не безграмотна. А сейчас, подожди, я вернусь, открою статью на 3D News. И на картинках попробуем опознать этот Full-Sized SD Card Reader. Ну-ка. Вот тоже, по-моему, такая же щель, я вот скажу. Ну-ка. Вот она, щель. И тут щель. Смотри, что-то она и слева, и справа. Или это CD-ROM? Может быть CD-ROM. Да не, ну это бред. Вот тут-то смотри, не как на Амазоне, со всех сторон не посмотреть. Я вот не куплю теперь, не конверсионно. Короче, пишите в комментариях, в чём разница между их SD-карт-ридерами. Что-то мне кажется, что они там погнали немного. Ну, остальное всё фигня. HDMI-порт есть. Surface Connect. Вот что такое Surface Connect? Surface Connect, вот, не знаю, с Mac 6-боксом. Вот что-то, что-то, видимо, крутое, потому что вот тут Thunderbolt 2 порт, с Thunderbolt теперь реально можно купить мониторы, в которых тупо Thunderbolt. Я не Apple Cinema дисплея имею в виду, я имею в виду топовые Tandell, BenQ и Asus. А что такое Secure Connect, хрен его знает. А как вот, интересно, мы можем сравнить 5-мегипиксельную фронт-фейсинг камеру с 720p FaceTime HD камерой? Как вот мы можем сравнить качество, интересно? Только позвонить с одного на другой и ещё и в каком-нибудь хорошем интернете это тестировать. Не знаю. Да это цвета одинаковые. Почему-то тренд на серебряный очень сильный. Да, чтобы не красить. Вот ты вспомни Vine, то есть нытьё, по поводу пятого айфона, когда с него краска слезала. Когда алюминий анодировали чёрный. Было. Причём, что было? Есть. У нас с тобой на пятёрках, я думаю, худшие проявления как раз этих слезаний. Ну, кстати, да. Вот. И это всё почему? Потому что алюминий дерьмово красится. Просто краска вся облезет и даже если с анодированием, то тоже облезает. Поэтому и не красит, видимо. Кто будет себе покупать или планирует себе покупать убийцу MacBook Pro? Дислайк. Потому что, я думаю, всё равно таких двое. У вас будет ноль, да, как раз? Да, да, да. Окей, давай дальше. Следующая тема у нас звучит так. Facebook эмоции. Facebook добавляет немножечко интереса для своей кнопки лайк. Теперь, кроме лайка, можно поставить несколько прикольчиков. Сердечко, зажмуренные, как бы сказать, глазки. Типа, прям щенячьи восторги об этом назвал. EA, такие румянца. Воу. И там что-нибудь типа грусть и злость. Да, да. Грусть и злость. Чёрт, нужно было и тут смотреть. Но неважно. Как бы то ни было, Facebook... Facebook. Силька, Бурка. Да, да. Бурк крепость по-немецки. Так что... Так, кнопку дизлайк, во-первых, ввели. Я так понимаю. Я что-то не нашёл её. Я... Вот это. Оп. А мы, кстати, дизлайк ввели. Да, да. Короче говоря, писали, что ввели кнопку дизлайк. Я её не нашёл. Может, это АБ-тестирование? А только у А-тестов каких-нибудь? А ты... У альфа-самцов. Да. Мы бета-самцы видим, поэтому нас не показывают. Я, собственно, и вот эти вот... Вот эти штуки не нашёл. Я зашёл честно в приложение. Напишите в комментариях, у кого Б-тестирование или А. Да, у кого чё появилось, кто уже поставил свои сердечки к нам в группе Facebook в нашей. Подписывайтесь, кстати, на неё. Или, может быть, злую мордочку. Тоже может быть, потому что я сегодня забыл в 2 часа дня выпустить пост и выпустил его только в 6. Или в 7, неважно. В общем, тут, кстати, говорят о том, что уже были в Path... Что такое Path? Понятия не имею. Но это, видимо, какой-то ресурс. Потому что у них уже были такие реэкшнс в 2012 году. И Facebook аж запатентировал для того, чтобы не было никаких проблем с Path. И тут вот скрин непосредственно из приложения. Но, судя по экрану, это либо шестёрка, либо какой-нибудь гуглофон. А это сайт на WordPress? Не-не-не, шестёрка. А, ну это же TechCrunch on на WordPress, я вспомнил. Да-да, это TechCrunch on на WordPress. Мне можно сразу зайти, там, подписаться через WordPress.com, туда-сюда. Вот. Тут уже есть почему-то лайки, а у меня только кнопка нравится. Причём там текст написано нравится. Может быть, нужно регион на США сменить, как в приложении News на iOS 9. Она не появится, если не будет регион. Давай позволим себе 30-секундный ролик включить. Давай, позволим. Вот лайк есть. А, её зажать надо. Слушайте, чуть ли я как-то не ожидал. Хотя, сейчас сказать, возможно, я и пробовал зажимать. Но сейчас попробую ещё раз, пока мы смотрим этот чудесный видос. Я почему без звука... Блин, смотри, как он злился. Да-ка, тут все классные, на самом деле. Именно классные. Нет, я жму, ничего не появляется. Я жму, нравится. Во-первых, у меня и нету никаких иконок. У меня просто текстом нравится, комментарии поделиться. Короче... У меня скучный какой-то Facebook на телефоне. Короче, у кого весёлый Facebook, пишите. Да, мы будем разбираться с Adobe. Мне нравится, что новости с Adobe Max. Но это ивент, так называется. Да, то есть ивент, который прошёл, как я понимаю, опять же, где-то в начале октября, да? Ну, вообще, статья от 6 октября. Ну, значит, скорее всего, в те как раз года. Кто следил, кстати, пишите. Там 30-минутный ролик, который можно посмотреть, ты говоришь, выложен презентацией с Adobe Max. Да, да, есть. Я не знаю, в этой статье он есть или нет, но у нас он есть. Так вот. Здесь немного... Нам его, кстати, в паблик кто-то предлагал, но я просрал, кто его предлагал. Ну, ты отменил, естественно. Да, естественно. Ну, так, предлагай. Вот, вот, возможно... А, нет, это Sneak Peaks. Чёрт. Ну, тут... Ладно. В общем, есть презентация где-то. Так вот, обновление в основном для Photoshop и демонстрация Project Comet. Сейчас мы расскажем, что это вообще. Угу. Значит, обновление для Photoshop. Первым же обновлением как-то очень сильно нам говорят, что... Я тебе перебью, смотри. У них на сцене Max вот такими треугольниками. Это примерно как наши логотипы неделю назад. Узнаете ли вы логотип? Тут просто Max уже какие-то ушки, треугольничек и какой-то пакмант квадратный. Это что? Но читается, что Max. Значит, во-первых, сразу нам бросается в глаза первое, что поработали над производительностью. То есть, демонстрировали все на примере файла с кучей артбордов и сотнями слоев. То есть, теперь даже на Surface на вашем не будет тормозить. Скорее всего. Да, хоть там 18 или 16 гигов оперативки, как ты сказал, поэтому и должно. Научили Photoshop открывать SVG. То есть, Photoshop теперь не только иллюстратор, но и Photoshop открывает SVG. Наконец-то это, я так понимаю, просто выделение. Это не комментарий. То есть, я навожу, мне сказано, что автор статьи, Антон Любушкин, если он нас слушает, пусть ставит лайк. Обычно же так комментарии можно прочесть, но тут он, видимо, просто что выделил и все. Все шрифты, стили, цвета и смарт-объекты из документа можно одним кликом выгрузить в библиотеке. Вау. Добавили отдельные направляющие, синие, привязанные к артбордам. Двигаются вместе с артбордом, но копируются ли, неизвестно. Короче, тебе вообще помогали, вот, направляющие? Я тебе так скажу, я артбордом, направляющие, безусловно. Но они все у меня были бирюзовые, и они не двигаются вместе с... Потому что богато бирюзовые. Да, я, в принципе, вот этот новый бета-фотошоп не использовал. То есть, чтобы ты понимал, я прям... Хотя у тебя куплено все. Неважно, он неудобный мне показался. Вот, смотри, вот классический фотошоп. Вот у меня здесь есть цитаты. Так. Вот у меня есть слои. Так. Артбордов тут у меня нет. Как включить эти артборды, хрен его знает. Но в чатике мне подсказали, что здесь можно включить файл. Как же там было там? А, в настройках Preferences, Technology Previews. Так. И включить Design Space Preview. То есть, это еще находится все в глубокой хрени. Да, в глубокой хрени. И теперь, когда она у меня включена, как-то я не очень... Как между ними меняться-то? Но и здесь мы не можем никогда поменяться. Так, 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 подожди. Как-то это можно... Короче, он вообще меняет полностью вид всего фотошопа на жительство. Может быть, вовью. Lock. Screen Mode. Нет. Блин. Вот что называется писать в прямом эфире подкаст. Не подготовишься. Ничего не велено. Так, напишите в комментариях, кто пользуется артбордами в фотошопе. Короче, мне не без надобности это было совершенно. Потому что я понимаю, я же не дизайнер сайтов. Я же не рисую макеты. То есть, нам как бы артборды не очень нужны. Они нужны для тех, кто рисует полную версию там сайта. Потом, здесь как на планшетике. Тут как на телефончике. И для них эти артборды имеют какое-то значение. А так-то в целом, нахрена бы они были нужны. Поэтому, идем дальше. Возможность экспорта в разных размерах. Размеры настраиваются для всех экспортируемых изображений, а не для каждого. Но это удобно. Это круто. Как мы с тобой поняли? Да, да. То есть, опять же, видимо, вот смотри. Он выделил вот эти слои тут. Вот черненьким они выделены. И именно эти слои экспортируют как отдельное изображение. То есть, это картинка в хедере. Он ее как там, layer 1 copy. Вот такое любимое мое название. Отлично. Короче, артборды теперь можно экспортировать в отдельные PSD. Мне, кстати, знаешь, я вот хочу обратиться к слушателям. Мы тут в паблике, в комментариях дискутировали. Кто-нибудь еще пользуется, как я? Вот эта штука, Safe for Web, которая теперь находится в, типа, для старперов. Тут, видишь, написано, как же она? Safe as Open Recent Export. Вот. Safe of Legacy. Наследие. То есть, ее оставили, как бы, пока еще, но скоро собирают убрать. И, типа, надо использовать Export as. И он-то вот уже новенький, как раз в последнем фотошопике. Вот такой черненький прям. Ну, у меня не черненький, у меня беленький, из-за того, что у меня весь фотошоп беленький. И тут нельзя даже выбрать прогрессивную хреновину. Вот вы мне скажите, если я отсюда буду это экспортировать, будет прогрессивная развертка или будет просто оптимизированная, бла-бла-бла? Прогрессивная, это чтобы ты понимал, когда картинка сначала замылена и загрузилась, и она не вот так вот просто сверху вниз подгружается. Она загружается вся, а потом, хоп, четче-четче-четче-четче становится. То есть, чтобы более было как-то круто. Более лучше одеваться. Вот напишите в комментариях по этому поводу. У меня просто, да, обращение небольшое. Крик души. Ну и, как бы, предположительно, дата выхода, обновления, то есть, уже сейчас, осень 2015, то есть, уже вскоре. Раз уже у тебя везде превью, все есть? Ну вот, превью есть, но, видимо, я в него зайти не могу. Так вот, дальше представили новый, совершенно новый проект Adobe. Project Comet называется. Новый продукт, заточенный под проектирование и прототипирование интерфейсов. То есть, это, видимо, против скетча, да, я так понимаю? Да, ну, во-первых, внешне, конечно, очень похоже на скетч, что написано, но я, да, я еще не успев прочитать это, понял, что, конечно же, для скетча, потому что, в смысле, против скетча. Да, самостоятельная программа, а не HTML-нашлепка над фотошопом. Мне вот интересно, она продаваться-то будет по какой цене? В Creative Cloud входить или отдельно, или бесплатно? Да, мне кажется, они должны, чтобы входило в самый какой-нибудь, ну, не минимальный пакет, но... Или, если бы они сделали бесплатно, было бы еще прикольнее. Ну, кстати, да, кстати, да. Ты, типа, такой наваял, а потом все равно тебе надо рисовать в фотошопе и иллюстраторе и покупать. Видимо, да. С дополнительной рекламы. Она, кстати, в 2016-м выходит. Короче, она делает все штуки, штуки всякие разные, то есть, вплоть до... Вплоть до серьезных, больших интерфейсов, которые можно спроектировать, как я понимаю. Там какие-то ужасы, ты смотришь. Да, на самом деле, ужасы. Вот, это все, эти все вещи спокойно ты можешь пушнуть на телефон. Смотри, инструмент грид, если тянуть, то он как в Excel-е растянет столько же таких же еще дополнительных, типа, вау, прикольно. Да, то есть, ты это делаешь практически не для того, чтобы заполнить настоящим контентом. Да, да, просто дамми контент, так скажем, дамми манекен от английского. Да, вот, это все можешь пушнуть спокойно на телефон. Про ужасы-то я вот об этом говорил. Я понял, да. И все, из телефона смотреть, как это выглядит. Вот сейчас это будет дальше, то есть, ты реально, оп, и сразу на телефон. Но это не то, чтобы iOS-симулятор, это просто, видимо, в макап подставляется какой-то, и все. Ну, вот там дальше будет вообще практически девочка с этим телефоном, нет, там дальше будет черный чувак, который берет интервью у создателя. Может быть, черный чувак это создатель. Нет, я немножко включил, и он с этим разговаривает. Понятно, понятно. Ну вот, как-то такая статья небольшая. То есть, есть некие обновления, естественно, вот эта комета, она будет... В 2016 году отдельное приложение для прототипирования и проектирования. Демонстрация альфа-версии, версия интервью. Ну да, то есть, мы ссылки на посты ставим, можете посмотреть, как ниггер берет интервью у создателя. Давай дальше. Так, а дальше у нас блок новостей про WordPress, причем он здоровый довольно-таки, я думаю, минут 15 на него потратим, потому что прям сочно сегодня по WordPress-овским новостям. Давай, пройдемся. Некая компания TenUp продолжает вкладывать бабки в WordPress. Вот кто бы еще знал. Это на самом деле всего лишь агентство, которое делает сайты и разрабатывает всякое. То есть, вот к ним, если зайти, то типа вот мы там работаем над этим, работаем на то, бла-бла-бла. Наши, кстати, тех, раньше-то их клиенты. Офигеть. То есть, вот такая, как бы сказать, важная студия. Видишь, мы работаем с Тедом, Salesforce, Wired, да, Time, Automatic у них в клиентах. То есть, это какие-то из топовых WordPress-овских чуваков. И они спонсировали, оказывается, конкретных прям людей. То есть, вот есть здесь Хелен Хоу Санди, и они просто ей оплачивают зарплату за то, что она будет фулл-тайм работать над WordPress-овским ядром. Дрю Джейнсу они заплатили, чтобы он полностью ввел разработку WordPress 4.2, например, как TeamLead, видимо. Вот я не знал таких, как бы сказать, подковерных дел, но вот на данный момент они спонсируют Скотта Кингсли Кларка, чтобы он работал над Fields API. Что такое Fields API? Вот все, кто разрабатывали под WordPress, знают, что, в принципе, кастомизировать админку – это немного боль. Нужно там очень много всяких экшенов смотреть на постапдейтинг и так далее, добавлять метабоксы. Хрен пойми, как с этим всем разбираться. Все API разные, то есть кастомайзер API 1, сеттингс API другой, редактор комментариев вообще третий. То есть, ну, очень много. Мы, кстати, вот неделю назад в разговорах у экрана говорили о том, что типа WordPress, почему WordPress не развивается. И потому что очень много кода, legacy кода, который надо как бы рефакторить, и кому бы этим заниматься. Вот как раз студия TenUp, она занимается тем, что вот сейчас платит бабки Скотту Кингсли Кларку за то, что он это все переписывает, переделывает, чтобы было удобно кастомизировать любые настройки, любые экраны в админке, грубо говоря. То есть, вот мне показалось важным эта новость. Они, кстати, да, если говорить о том, что они спонсировали WordPress 4.2 разработку, это там, где начали активно внедрять кастомайзер. Так. Возможно, мы нашли людей, которые ответственны за... Так этого Кларка-то надо... Дрю Джейнса. Кларк-то он, может быть, нормально все сделает. Хотя из-за того, что он переписывает еще и кастомайзер заново, они не успели его всунуть везде, как уже переписывают. Вот, я не понимаю. Но да. То есть, вот такая новость. Я думаю, тем, кто следит за WordPress, хотя бы вместе с нами, даже по нашим подкастам, это уже прикольная тема. Потому что вот мне сейчас понравилась новость. Я только поэтому ее и включил, что мне тоже она понравилась. Так. Переходим дальше. Блин, никто нажал. Ну ладно, неважно. Третья новость будет второй. Добавили возможность лайкать темы в репозитории WordPress.org. То есть, как ты помнишь, можно было лайкать плагины. Можно было фейворитить. Ну да, да, фейворитить. Хорошо. Я буду соблюдать. Ну подожди, нет, это разные вещи все-таки? Нет, это одно и то же. То есть, вот я зашел под собой. Добро пожаловать, Александр Гончаров. И захожу в WP SuperCash. У меня есть возможность зафейворитить. Ну? Я не собьюсь и не буду. Знаешь почему? Потому что мой любимый плагин для кэширования это V3 Total Cache. Блин, неправильно написал. V3 Total Cache. Я, кстати, даже помечу здесь, чтобы оставить подсказочку. Так вот, он у меня уже зафейворитен. Ну-ка. Да. Видишь, фейворитит. Так. То есть, эта фича уже довольно-таки давно работает. Можно в WordPress в админке включить типа фейворит плагин. И просто везде install, 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 install. Я так часто делаю, когда не делаю через консоль, WP, CLI, там, плагин. Ну, это охрененно удобная штука на самом деле. Теперь то же самое можно сделать с темами. Например, где есть 2015? Я вот ее залайкаю, потому что я все показательные штуки делаю на ней. Она прикольная. Так. 2015 можно. Опа! Такое здоровое сердечко. Можно хоть теперь поставить. Слушай, знаешь, чем еще надо запилить? Или плагины запилить? Знаешь, какой? Какой? Хотя плагин это тупо. Чтобы, короче, ты скачал полностью WordPress, и он сразу с твоими любимыми темами скачался тебе. Ну, слушай, это только Bootstrap можно поручить. В том смысле, что у них же есть кастомайзер, где ты все галочки выставишь, что тебе надо, такой у тебя Bootstrap качнут. Да, да, да. Вот тебе надо на WordPress.org кастомайзер включить. С какими плагинами и темами уже включить? Да, да. Понимаешь, это сложно, потому что вся инфа, она же... Ну, ладно, с темами можно, они просто лежат в директориях. Ну, хотя и с плагинами можно, они тоже просто лежат в директориях. Я имею в виду, что им как бы в базу данных бы надо вписаться. Ну, кстати, да. Но с учетом того, что ты, когда жмешь, ну, install, когда install, да, они просто будут неактивированы, ты их потом активируешь и все. То есть это несложно. Да, ты идею подкидываешь. Если мы... Если наша теория верна, что наш подкаст на что-то влияет, то скоро мы увидим нахухливающиеся... На главные. Да, изменения такие. Так, теперь перейдем к той теме, которая все-таки должна была быть второй. Хотя здесь порядок как бы вообще не важен. WordPress и WordPress. Есть такое понятие в WordPress и featured plugin. То есть то, что сначала разрабатывалось как плагин, а потом включили в ядро. Например, вот дизайн админки, который добавили в WordPress 3.8 или 3.6, точно не помню. Ну, вот новый, который плоский, да. Он сначала вышел как MP-менеджер, MP6-плагин назывался он. Я его ставил, когда это еще было плагином, ну, и уже было объявлено, что когда-то это попадет в ядро. То есть есть несколько всегда таких плагинов, которые разрабатывают, потом они попадают в ядро. Так. Так вот, новый такой появляется, называется OMBED. Ну, OMBED это старый добрый стандарт по внедрению всякого. То есть когда ты просто ссылку на YouTube-видео постишь в контент, жмешь просто, ну, обновить, просмотреть, и там уже, хоп, твое видео ловится. Угу. Встраиваешь. Да-да-да. Это работает просто на WordPress, но с помощью Jetpack'а работает больше опций. То есть можно с шорткодом писать. Шорткод YouTube, URL такой-то, там ширина такая-то, это работает только с Jetpack'ом. Но вообще OMBED это когда он по ссылке ловит, что такой-то iFrame встраивается. Подожди, так там же в последнее время вообще ты что-то просто ссылку кидаешь практически в этот, и он у тебя сразу встраивает. Да-да-да, вот это и есть OMBED, да. Угу. Да, так точно. То есть, грубо говоря, возможно, нужно будет, чтобы именно этот плагин тоже у них был установлен. Как иначе, что он поймает это всё? Ну да. Ну сам подумай. Ну как это? То есть, на самом деле, плагин-то ещё не разработан. Ну как так? Он же должен как-то понимать, по каким, так скажем, признакам отбирать информ... Почему нет, стой. Я хотел пальцем просто щёлкнуть и микрофон подержать. Он же как бы у тебя встраивает тебе на сайт... У тебя есть плагин на сайте. Он возьмёт всю нужную инфу с того сайта. А как он будет знать, какая инфа нужная? Просто H1-ку возьмёт, там, description. По Open Graph'у, если он будет работать, то тогда да, окей, согласен, по Open Graph'у. Вот. Но на самом деле плагин не готов. То есть, то, что мы видим, это просто нарисованный концепт. Ну понятно. То есть, его только ещё придумали, что надо бы сделать такой плагин. Всё. Понятно, понятно. И это придумали хрен когда, тут вот все тикеты, что... 18 июля ещё об этом говорили. Ну это прикольно. То есть, мне показалось важным сказать, хотя, честно сказать, я не знал, что 18 июля, я думал уже как-то ближе. Это было бы круто, если бы мы сильно варились в комьюнити WordPress.com. Там же вообще прикольно, если ты встроишь чужое это... А, WordPress.com уже работает так. А, да? Там уже можно встраивать. А, ну всё, тогда больше не надо никого. Тогда не прикольно, если бы мы варились в комьюнити, мы бы сказали, что это все есть давно. А мы бы думали, что WordPress.com это и есть WordPress, как когда-то, в принципе, все, наверное, думали поначалу. Продолжая тему WordPress.com, новый проект образовался, называется «Измерь Jetpack». «Измерь свой Jetpack»? Да, да. И весь проект заключается в том, что это несколько бенчмарков, которые считают, насколько Jetpack ухудшает производительность вашего сайта. Вот тот Jetpack, который вы включили. Вот что у тебя активировано, он, хоп, посчитает. Несмотря на то, что есть плагин P3 Profiler, например, который тоже в админке показывает, сколько ресурсов жрет, какой плагин и каких именно ресурсов, что так дохрена GS подключает, бла-бла-бла. Вот тут именно про Jetpack. И вот, типа, Jetpack сейчас есть 36 модулей для фронт-энда самых разных. То есть это направлено как бы с негативным, как бы этим, подтекстом? А может и с позитивным? С позитивным. Типа никто, на самом деле, никто точно не знает, сильно влияет Jetpack или нет. Так ли страшен чёрт, как его малюет? Ну, вообще, по ощущениям же реально страшен немножко. Страшен, согласен. Кстати, в этот четверг, я надеюсь, в прошлый четверг хотел записать, не успел из-за работы, в этот четверг, надеюсь, успею обзор на Jetpack записать. Ну, фичи, на самом деле, богатые. Я некоторые не знал даже уже. То есть, ну, я не очень слежу за ними. То есть там вышли новые какие-то обновления? Да, 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 там много уже всяких прикольчиков. По производительности, не могу ничего сказать, я тестирую на локалке, на пустом сайте, ничего не меняет. Но я P3 профайлером теперь посмотрю, мне это стало интересно. Я даже себе запишу, что когда буду записывать, простите за тавтологию, попробовать посмотреть на производительность. Ну, вот тут чуваки прям сорганизовались и решили посчитать просто по-нормальному. И последняя новость. Изменились гайдлайны для того, как называть плагины. Вау. То есть, вот, допустим, знаешь, есть куча всяких плагинов, типа там WooCommerce BetterStats, например. То есть там, ну, дополнение для каких-то известных плагинов. Угу. Или там... Черт, ну, у меня с WooCommerce на самом деле только. Или там BB Press, там, BetterAvatars какие-нибудь. Вот теперь нельзя так называть плагины. Нужно писать BetterStats in WooCommerce. Что, грубо говоря, название основного продукта, не вашего, зарегистрированной практически торговой марки, только в конце. Ясно. Что в WooCommerce продукт-аддонс нельзя, только продукт-аддонс для WooCommerce. Вот так можно. Ну, понятно. И самое важное, даже не столько само название, сколько продукт-слаг. То есть именно вот, ну, саму ссылочку, URL, типа там, this is your slag, вот этот вот. Вот чтобы там в самом начале, если будет WooCommerce, не пустят. Там должно быть мой лучший плагин, то-то-то-то-то для WooCommerce. То есть вот теперь только так. Они закручивают гайки, я бы сказал. А на WooCommerce будет? WooCommerce для WordPress. Я думаю, просто будет WooCommerce. И все. Ну да. Тем более, что, возможно, ну, давай посмотрим. Мне стало очень сильно интересно. У WooCommerce какой слаг? То есть это требование будет уже введено? Оно уже сейчас или как? Да. А его уже ввели. То есть все, сказали, чуваки, больше не принимаем, извините. Так, сейчас WooCommerce. Был же разговор, что Automate купил WooThemes. Ну да. Мы, по-моему, обсуждали даже. Ну, наверное... Нет, у них просто WooCommerce. Но они могут себе позволить. Они когда это придумали, понимаешь, они слаг не могут теперь менять. Они когда версию 1.0 выкатили, тогда еще ничего другого не было. Они его просто так назвали и все. То есть, ну... Почему ежик? Ежик крутой какой-то. Да я не знаю. Мне кажется, меняют эту хрень. Может быть, Woo – это название их ежика? WooThemes. Ну-ка, если мы сейчас зайдем на WooThemes.com, будет ли там ежик? У нас сегодня интерактивный какой-то подкаст, но прям любознательный. Да, да. На Кинопоиск, начиная с... Начиная с Кинопоиска, заканчивая WooThemes. Не, у них тут уже... Тут футболки уже торговать, продавать. Борода, да, чуваки. Все как надо. Индус 1 есть. Это тоже баба интересная. Это, я думаю, девушка за всеми, к сожалению. Не, у них ниндзя вот этот. Вот этого ниндзя, помню. Этого ежика. Да, вот у Мэтик купили. Ну, слушай. Интересные новости. Да, у нас новая рубрика появляется, называется «Одной строкой». Это вот следующее, да? Ну, это две следующее. Кстати, две, да. Двумя строками получается. Ну, как бы две по одной. В общем, Google покупает домен alphabet.com. То есть, именно не alphabet.com, а именно весь алфавит английский. Да, ABCD, RG, бла-бла-бла. Да, и состоящий из скольки? 27 букв. Сколько там в английском-то? 20? Слушай, мне кажется, 26. Пока по нему ничего не доступно. Ну, как, собственно, в новости и написано. Да, по нему пока ничего не доступно. Собственно, по старому адресу, который ABC.xyz, который именно из сайта концерна, вот этого здорового alphabet, к которому присоединился Google, так скажем, в который вошел Google. Он есть, а этот ничего. Ну, и как бы, вот давай просто придумаем, что там может быть. Ну, что вот они туда хотят запилить? Или это сделано специально, чтобы другие люди не купили, типа, Apple, и не написали там Google говно? Ну, тут, вот в статье-то написано, что, возможно, просто, типа, чтобы, да, они купили просто, чтобы был, чтобы никто не говнил там, и какую-нибудь порнографию там не выкладывал. Смотри, какой Elon Musk жирный. Ты просто зайди, он, мне кажется, не такой жирный. Это что-то его как-то увеличили. Он не должен быть такой. Не, ну... Он просто жирный. Он втянул тут шею, как бы, из-за этого он, кажется, жирнее, чем он есть. Но у нас в чате правильно сказали, что Elon Musk войти, это как Жириновский в политике. То есть просто клоун. Я надеюсь, нас сейчас раз комнадзор за это не закроет. А ты думаешь? А вот гипотетически Жириновский является гипотетическим клоуном. Ты имеешь в виду все совпадения случайны? Да, во-первых, если совпадение случайно. Во-вторых, пишите в комментариях, что вы думаете. Да. Ну, кстати, Google написал одной строкой, опять же. Мы, конечно, поняли, что мы немножечко пропустили букв, когда покупали ABC.xyz, поэтому мы все-таки восстановили справедливость. Ну и купили ABCDE, FG, там, бла-бла-бла. Почему до этого никто не купил? Это же, в принципе, популярный домен. Я вот сейчас так думаю. Ну, не догадались. Это как QWERTY, блин, точка ком. Ну, только 26 или 27 символов. Побольше. 26 все-таки, мне кажется. Ладно, не важно. Окей, давай еще. И второй строкой. Microsoft отменяет или прекращает поддержку интернет-эксплореров до 11-й версии. А как так? В январе 12 января 2016 года прекратят. А знаешь почему? Потому что последняя винда, которая поддерживает семерку, а на семерку есть 11-й интернет-эксплорер. И они, чтобы избавиться... Знаешь, есть такой популярный термин налоговое бремя. Это вот когда на населении, на малом бизнесе лежит вот налоговое бремя. Как бы на крупном бизнесе оно тоже лежит, но оно не так чувствует. Не такое толстое налоговое бремя по сравнению с самим бизнесом. Так. Так вот, бремя старых интернет-эксплореров на них, видимо, так лежит, что они хотят полностью от них уже откреститься, что все-все-все, забыли, как страшный сон. У нас есть только 11-й Е и Эдж. А добавит ли это нашим слушателям дорогим и вообще всем проблем? Точнее, или убавит ли это проблем? То есть они могут сказать, а че это вы? Все, мы уже сайты под 8-й Е не верстаем. Ну да, у нас обычно пишут, что 9-й Е иногда еще приходится поддерживать. И мотивирован это, конечно же, не тем, что там заходят с XP. На XP, по-моему... На XP у всех хром уже давно стоит. Да, скорее всего. Потому что просто заходит какое-то большое количество с 9-го Е, и, ну блин, приходится под этих людей подстраиваться. Может быть, косвенно эти люди как-то обновятся после этого на 11-й Е. Я не знаю, а 7-ка, она с 9-м стартует ли или с 10-м? Мне кажется, с 10-м, что-то с 9-м, это уже совсем... А мне почему-то кажется, что с 9-м, потому что 10-е это новье. Напишите, у кого 7-ка. Да, ну у них тоже будет хром, скорее всего. Но, тем не менее. Это, кстати, одной строкой было, поэтому я даже... Ну мы как бы договорились не обсуждать. Что ты, Никита, про обойку думаешь сегодня? Обойка крутая, как всегда. Это навесной мост или что? Я вот пытаюсь понять и простить. Это крыша, наверное, или не крыша? Нет, нет, тут фишка на... А, это сам мост, да? Мне кажется, что это все-таки вот это перильца, такие полупроза... А это пол, пол, мостовой пол, так скажем. Ну, мне нравятся цвета, такие мягенькие, такие теплые. Зеленый. Как там, здоровье? Экологи используют. Вот мы сегодня экологи используем. Чуть-чуть оранжевого, чтобы не безусловную любовь, сексуальность немного прибудить. Поэтому, да, раз мы ее проявляем, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, Вконтакте, Втвиттере, Фейсбуке, Винстаграме, в Гугл Плюсе. А мы теперь там активничаем. И ставьте нам, пожалуйста, звездочки на iTunes, пишите отзывы. Кстати, со времен прошлого подкаста два человека поставило пять звезд. Красавцы. Прям я был приятно удивлен. А те, кто не поставили пять звезд, пусть заходят на посылки, типа как там, собирай.на slash youwebdesign. ясобе.ру slash youwebdesign. Да, да, да. Можете искупить свою вину. Кстати, спасибо Максиму, блин, на букву Г у него фамилия, Галитулин, Гатиулин какой-то, который нас на Твиттере поблагодарил какому-то там популярному аккаунту верстальщик, или как-то так он называется. Он сказал, что наш подкаст хороший. И вот как раз после того, как он это сказал, вот эти два рейтинга и появились на iTunes. То есть, возможно, у нас два активных новых слушателя. То есть, теперь их три. Отлично, ура. Да, поэтому подписывайтесь, не теряйтесь, и ждите других наших видео. Удачного всем дня. Пока. Пока.